Музыка 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 Так, ну что, начнём Газетки за 2016 год Номер 1 Настоящая медицина Это природа, которая лечит А вся прочая медицина, её служанка Очень часто Лучшее лекарство Это обойтись без него Так говорил Гиппократ, отец медицины Значит, что у нас тут От издателя Вообще Содержание номера от издателя В январе Луна рекомендуют Инструктаж учителей Мой травник, авиаполе Кто управляет нами О причинах болезни Как умирают врачи Это очень интересно Откровение эмигранта Часть нашего рождения Правила светской жизни Заговор Народное достояние Наша реклама И так далее Ну вот И начнём Луна рекомендуют Есть Инструктаж для учителей Землян Особенно тех Кто не понял Куда попал При рождении То есть Это очень интересно Такому очень редко Учат Это я Материал Будем говорить Взял из интернета Но естественно Я обработал В своей собственной манере Дельно написано Ты получил Семь разных тел И спящее сознание Ну это сознание Надо пробудить Ну почитайте Мой травник Общее Сведение о папоротниках Какие папоротники бывают Папоротник Папоротник мужской Что он делает При каких Случаах Его Надо Использовать Далее Информационно-эноритическая Структура человека Или что такое Биополе Биополе Это такое Общее название В котором Действительно Очень много Различных полей Начиная Это Согласно Окультизму Строения Семи полей Общих Семь полей Атма Божья искра Это частица От Бога У нас Творца Далее Ее носитель Будхи Атма И Будхи Составляют Дух человека Он не умирает А развивается Нарабатывает Далее Дух Создает Для себя На одну Жизнь Душу Которая Включает Это Тело Ума Манос И тело Желания Кама Значит Существует Ум Высший Ум Низший Вот И вот Душа В течение Одной Жизни Она Набирается Различного Опыта Жизненного Естественно Неденежного Который Передает Потом В Дух В Духе Он будет Находиться Это В Будхе Там идет В течение Значит Между Когда человек Умер И до Следующего Рождения Идет Обработка Полученной Информации И с учетом Этой Полученной Информации Уже идет Новое Воплощение Человек Имеет И тело Новое Которое Видоизменено С учетом Вот этой Информации У него Совсем Другие Потребности Мы рождаемся Одному Интересно Читать Другому Интересно Представить Третьему Рисовать Четвертому Вообще Ничего Не интересно Он еще Не дорос Вот Ну и так Далее Далее Идут Конечно У нас Окружение Это Наши Наши Любимые Наши Ну в первую Чуть Наши Родители Мы не Просто В ту Ную Семью Попадаем Наши Значит Любимые Наши Дети Наши Друзья Все это Окружение Играет Своеобразную Роль Для того Чтобы мы Совершенствовались Так вот Душу Мы разобрали И далее Уже Душа Как бы Продолжает Дальше Делать Тело Значит Тело Состоит Из Трех Оболочек Это Будет Эфирный Двойник Это Будет Праническое Тело Эфирный Двойник Это Копия Что Где Как Расположено Праническое Тело Это Насыщенность Энергии Почему Для того Чтобы Иметь Крепкое Здоровье И Больше Энергии Надо Заниматься Такими Дыхательными Упражнениями Так И Естественно Физическое Тело Как Средство С помощью Которого Мы Взаимодействуем В материальном Мире Вот Это Общее Понятие Биополя То есть 7 7 Тел Естественно Каждое Тело Там Имеет Разные Там Еще Может Быть Какие Там Дополнительные Тела Или Еще Ну В основном Считается Вот Так Вот И С учетом Этого Уже Становится Ясно Что На Физическое Тело Мы Можем Воздействовать Вот Так На Допустим Проническое Тело Мы Можем Воздействовать Совершенно По Иному Если Проблема У нас В Эфирном Двойнике Значит Там Совсем Иные Подходы Ну А Какие Проблемы Вообще Могут Быть Проблемы В основном Возникают При Переходе От Одного Тела К Другому И в основном Возникают Когда У нас В душе За счет Желаний За счет Побуждений Образуется Информационно Информационно Аналитическое Образование Которое Называется Мысли Эмоции Желания Черты Характера И так далее И вот Эта Информационно Аналитическая Структура Начинает Влиять На Эфирного Двойника Вызывая В нем Либо Нормализацию А чаще всего Сбой И Возникает Психосоматическое Заболевание Психо Душа Сома Тела И все Это Передается То есть Механизм Лично Для меня Ясен Не знаю Как там Для кого И он Очень прост С учетом Этих Семи тел Что касается Каких-то Врожденных Уродств Уродств Это уже Кармические Наработки Которые Остались В Будхи С каких-то Предыдущих Жизней Да И эти Вот Наработки Изменили Так Ну будем Структуры Последующие Структуры Души И тела Что человек Родился С каким-то Родством То есть Врожденные Болезни На них Совершенно Иная Методика Воздействия Идет Чтобы Вы понимали И вот Я Целый год Разбирался С этими Структурами Вот там Печатал Там Объяснял Сам себе Я Вообще-то И до этого Много занимался Но Как-то Все Не удавалось Схватить Мне Такую Суть Всего Этого Учения Но Однако Удалось И сейчас Сейчас Это В семнадцатом Году Я Решил Переписать Свой основной Труд Это Основы Здоровья Из десяти Книг И я С учетом Новых Наработок Немножечко Там Вот В первом томе Особенно На все Это Пересматриваю Это Здесь Уже Тонкие Каналы Но Это Уже Более Детально Будем Говорить Более Детальное Более Детальное Рассмотрение Эфирного Двойника Откуда Что там Идет Какие там Каналы И так далее То есть В каждом Теле Свои Собственные Каналы Свои Собственные Особенности И Все Все Это Влияет Так или Иначе В целом Вот Я сижу И Любой Человек На Него О Причинах Болезни Вот Как раз Тут Я Рассказываю Интересные Такие Вещи Вот Смотрите Уже Древними Было Замечено Что Каждое Тело Каждое Тело Они Правда Решили Преподнести Это Все С позиции Пяти Тел Пяти Тел Потом Почитайте Значит Вот Оболочка Формирующаяся За счет Пищи Она Питается Материальной Пищей И укрепляется Да А вот Праническая Оболочка Она Значит Питается Ну За счет Дыхания А Нет Не Хотел Хотел Что-то Там Такое Немножечко Именно То Да Ну Ладно А если Продержим Продолжить Значит Тело Питается Пищей Значит Энергетика Питается Дыханием Значит Ну Как бы Сказать Душа Или Ум Такими Хорошими Приятными Мыслями Есть Тело Которое Питается Запахами И Наконец Таки Вот Дух Он Он Значит Совершенствуется И растет И для него Самая любимая пища Это возвышенная радость То есть Когда человек В экстазе Религиозном Или Творческом Или Любовном Или еще Каком-то Переживает Возвышенные Эмоции Значит Как Умирают Врачи Очень Интересная Поучительная Статья Я Кратенько Разберу И на этом Будем Заканчивать Потому что Время Уже Десять Минут Вышло Значит Как Умирают Врачи Значит В США Многие Врачи Носят Кулоны С надписью Не Откачивают И Предпочитают Умирать От рака Или Иных Таких Серьезных Заболеваний Думаю Почему Потому что Они знают Что Вернее Они Сами Лечат Людей От Онкологии Видят Как Они Страдают Видят Как Ничего Им Не Умирают Одиноко В Мучениях Физических И нравственных От Всего Вот Этого Неправильного Лечения Который Им Не Помогает Лучше Всего Они Считают Если Такое Что-то Случается Просто Просчитаться С Работой И Сколько Тебе Отведено Там Год Два Три Пять Просто Дожить Дома В кругу Семьи Ничем Особым Не Занимаясь Ну Естественно Там Какие-то Там Поддерживающие Такие Нормальные Процедуры Делать Но Не Более Того Потому Что Все Вот Это Химиотерапия Операции Удаление Прочее Прочее Откачка Только Ну Делают Еще Хуже Человеку Вот Поэтому Первый номер Весьма Весьма Интересен И Вы Его Почитаете С удовольствием Здесь Заговор Продолжил Ознакомьтесь Продолжение следует...